Школа – удивительный мир. Мир детства и юности, мир знаний и новых открытий, мир искусства и точных наук. Школа – это большой дом, где рядом существуют радости, слезы, встречи и расставания. И за дня в день, вот уже 50 лет, приветливо распахивает свои двери Боматюртовская СОЖ. Руководит ею 18 лет Тимир Булатов Абизит Вазитович, который рассказал нашему телеканалу об учебном процессе, педагогах и подготовке к предстоящей сдаче ЕГЭ. Самая большая гордость школы – это учителя. Здесь строится слаженный, отзывчивый, высококвалифицированный педагогический коллектив. Коллектив САН 67-го, как я сказал, работаем, коллектив сплоченный, есть ветераны труда, есть молодые, но каждый на своем месте старается работать. Получаем, сейчас, как вы знаете, ЕГЭ, ОГЭ по этим результатам рассуждают. В прошлый год, если взять, мы 87% было у нас, двое там не сдали, 16 человек. А так, сейчас, в данный момент, мы готовимся к ОГЭ, и 9 класса, и ЕГЭ 11 класса. Вот позавчера провели мы пробный экзамен по русскому языку. Сегодня проходит, как раз сейчас начался пробный экзамен по математике ЕГЭ. Тоже проводится, как положено все это. Ну, стараемся выявить знания детей, примерно, сказать, если в 11 классе, этот год у нас неплохой состав детей. Сколько выпускников? Выпускников 15 человек у нас. И к итоговым ЕГЭ будем стараться, чтобы нормально было. Учителя работают, каждый обязательный предмет, эти русские языки, математика, я там по выбору тоже большой спрос. Почему? Потому что каждый должен давать результат. И от учителей тоже требуем. Учителя проводят с ними занятия, каждый, возможно, этот самый, бывает, там учитель заболел и так далее. Вот уроки, этот самый. И после уроков дополнительные занятия тоже мы проводим. Ну, стараемся, чтобы у нас нормальные дети были далее. Поступление в школу вносят большие перемены в жизни ребенка. В этом году впервые переступили порог учебного заведения 85 малышей. Здесь они познают мир, учатся быть отзывчивыми, честными и целеустремленными. У меня с первого по четвертый класс, значит, питание детей, это самое, 329 человек. То, что, ну, питание вроде бы не было, жалоба нету. То, что государство нам не дают, мы покупаем продукты. Все то, что можем, все довольны, дети, пока проблем не было. Охвачены все питание. Имеется ли все необходимое в школе? То есть учебники, оборудование? Учебниками у нас по госстандартам, это самое, с первого по шестой класс охватчиков дают государству книги, вот эти самые. А выше у нас, честно говоря, проблемы, то, что есть, мы даем, но и остальные родители там, и так далее. Ну, так сказать, ну, процентов 90-х, значит, учебники это все есть. И наглядности, там у нас есть кабинет химии, там математики, биологии, есть кабинет информатики у нас. В Аматертовской СОШе исполняется полвека. По словам Абизида Вазитовича, запланировано мероприятие, встречи бывших выпускников, которые с ностальгией будут вспоминать свои школьные годы.